Поджигатель по неволе. Дым от пожаров тянется за жителем Подольского района Павлом Полонским. Спившийся мужчина оказался на улице. Родственникам он не нужен. А вот председатель садового товарищества Пашу пожалела. Дала работу и поселила в одном из домиков. Что из этого вышло, смотрите прямо сейчас. Я считаю, что я во многом виновата. Из-за своей жалости. Значит, Полонский Павел в свое время властелинец зажил квартиру. Ну и остался без жилья. Добрые люди устроили мужчину в садовый кооператив разнорабочим и разрешили проживать в сторожке. Вот только строение долго не простояло. Спустя несколько месяцев сгорело дотла. Павла переселили в домик, брошенный садоводами. Но и там спустя недолгое время вспыхнул пожар. А в этот раз загорелось сразу три дачных владения. Выглянула к соседу, а тут уже у него выше крыши, главное ветер на нас. Ну, с сыном выбежали. Стали на дом брызгать. Ну, бесполезно. До прибытия пожарных подразделений произошел взрыв газового баллона. В последующем, в момент работы подразделений, произошел еще один взрыв газового баллона. На данный момент пострадавших на пожаре нет. По рассказам председателя товарищества, у Павла Полонского есть родственники. Но знаться со спившимся мужчиной они не желают. Не нравится присутствие опасного выпивохи и местным обитателям. А сегодня я его видела пьяным сильно. И вот, пожалуйста, закурил. Я не знаю, что он. Конечно, вот он сидит. Покажите его. По всей красе. Он в хлам пьяный этот Паша. Вот там сидел. Я его полотенцем била мокрым. А что толку? Сейчас садоводы решают, в какой дом переселить мужчину. Однако, пока поджигатель поневоле продолжает дружбу со спиртным, не исключено, что на территории товарищества вновь вспыхнет строение. Александр Островмов, Михаил Алтухов. Дежурный проект.